Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Трассы перекрыты. Из-за непогоды ограничено движение по некоторым федеральным направлениям. Снюс в списке опасных. Сосательные и жевательные смеси должны исчезнуть из свободного доступа. Чтобы показать и рассказать о юных чемпионах, в Барнауле наградили победителей проекта «Герои с нашего двора». Лучше остаться дома. Алтайские трассы перекрыты из-за сильного ветра и нулевой видимости на дорогах. Проезд закрыт для большегрузов и пассажирских автобусов на федеральных трассах «Чуйский тракт» от Барнаула до Бийска, Барнаул-Рубцовск до границы с Казахстаном и ряде других. Для всех видов транспорта, в том числе и легковых машин, движение ограничено на дорогах от Зминогорска до Новосибирской области, от Поспелихи до Казахстана. Проезд откроют, как только погода наладится. От Барнаула до Рубцовска и от Бийска будет проведено развертывание пунктов обогрева, как подвижных пунктов обогрева, так и стационарных. Дороги не перекрыты, но движение затруднено в самих населенных пунктах. Так, в Барнауле с самого утра большие пробки, под снегом гололед. Власти и сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть осторожными по возможности воздержаться от дальних поездок. На днях в Барнауле закончили прием документов от претендентов на посты главы администрации города. Напомним, их в итоге оказалось 9. Своих кандидатов от партии озвучили лишь представители КПРФ и ЛДПР. Единая Россия кандидата не предлагала. Означает ли это, что единороссы поддерживают кандидатуру Вячеслава Франка, первого заместителя главы администрации Барнаула, на этот пост? Такой вопрос прозвучал накануне в ходе пресс-конференции по итогам работы партии. Оказывается, дело в уставе, согласно которому сначала необходимо провести партийную конференцию. Когда она пройдет, сейчас решается. Вернее, решение конференции должно быть утверждено президиумом Генерального совета партии. Вот это единое требование для всех административных центров, столиц, субъектов. Как только конференция пройдет, мы рассмотрим кандидатуру. Решение примем. Вы это узнаете буквально сразу. Снимут с продажи. Краевой Роспотребнадзор составил список опасных смесей, которые планируют изъять из свободного доступа. Об этом заявили на заседании антинаркотической комиссии края. Сейчас в большинстве регионов России СНЮС легален. По закону его можно продавать даже детям. Что и происходит. За последние дни в реанимацию попало сразу три школьника с отравлением от СНЮСа. Краевой Роспотребнадзор нашел лазейку, чтобы все-таки ограничить продажу этих смесей. СНЮС – пищевой продукт, а значит у него должны быть соответствующие документы и маркировки с указанием срока годности и возможного вреда организму. Но в ходе рейда специалисты выяснили, что далеко не все продавцы СНЮСом соблюдают эти нормы. Вынесено 147 постановлений и судебных решений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила более 1 миллиона рублей. Приостановлено 134 партии табачной продукции в количестве более 3000 пачек. Роспотребнадзор уже предупредил барнаульских бизнесменов, что их ожидает административная и уголовная ответственность в случае массовых отравлений от табака несовершеннолетних. И, к слову, в Госдуме уже обсуждают законопроект о запрете оптовой розничной торговли любыми сосательными и жевательными смесями. К другим темам. В следующем году в Барнауле должен появиться Краевой научно-образовательный центр. Над этим сейчас работает Совет ректоров региона. Центр будет работать по нескольким направлениям. Промышленность, биотехнологии, туризм и даже комфортная городская среда. В этих сферах специалисты алтайских вузов сильны, подчеркнул председатель Совета ректоров края Андрей Марков. А, вы имеете в виду по научно-образовательному центру? Ну, это не будет какая-то вновь созданная структура. Скорее всего, это будет вот такая коллаборация, которая будет работать на основе заключенных договоров. Но, опять же, здесь надо понимать, раз это научно-образовательный центр Алтайского края, то без правительства Алтайского края, как основного заказчика, работы этого научно-образовательного центра не обойтись. Кстати, Марков, ректор Политехнического университета ВУЗа, стал председателем Совета ректоров пару дней назад. Он заменил на этом посту Игоря Салдана, бывшего руководителя МЕДа. Андрей Марков подчеркивает, что видит свою роль скорее как координационную, так как университетам нужно плотно и грамотно взаимодействовать друг с другом. И это будет касаться не только ведения приемных компаний. Так, еще одна задача алтайских высших учебных заведений – внедрять сетевые формы обучения. Когда героем может стать каждый, в Барнауле наградили участников проекта «Герои с нашего двора». Это дети, которые своим упорством добиваются больших результатов в спорте и в культуре. Некоторые из них начинают путь побед с шести лет. Проект «Герои с нашего двора» создан, чтобы показать и рассказать о юных чемпионах, которые живут рядом с нами. В этом году к традиционному спортивному направлению добавилась и культура. Внимание обратили на скрипачей, хористов и многих других. Они не знают ни каникул, ни выходных, ни слова «пожалеть». Они работают, работают, работают. И достигают просто удивительных результатов. А в 2017 году на Алтае проект начинался со спорта. Так, на территории края уже узнали, например, о Григории Атланове. Парни с Первомайского района. Одном из ведущих волейболистов и легкоатлетов муниципалитета. Из нового героя в Данил Гладков, кикбоксер края. Именно такую форму мотивации выбрали авторы проекта «Герои с нашего двора». Попадают на билборды только те, кто добивается весомых успехов в спорте и культурной деятельности. Есть отбор. За три года расширился и продолжает развиваться. Уже в проекте занято 650 участников. Это хорошие цифры. Мы после Новосибирска находимся в рейтинге под номером один, кто реализовывает так ярко и масштабно этот проект. Героев с нашего двора замечают уже в 18 регионах страны. На Алтае их видят жители Барнаула, Бийска, Белокурихи и десятка муниципалитетов. Друг с другом герои знакомятся на таких отчетных встречах. А жители края узнавать о юных талантах в спорте и культуре в следующем году будут в специальном журнале. Дарья Демиллер, Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Самый веселый, самый креативный, самый спортивный чемпионат по лепке снеговиков состоялся в Барнауле. Над созданием снежных человечков трудились семьями и даже школьными классами. Своего снеговика, вернее снежную бабу, слепила и наша редакция. В теплую погоду снег липнет не всегда. И участникам соревнования по лепке снеговиков немного не повезло. Любите снеговиков? Да. Любим, конечно, но это очень трудно. А в чем трудность заключается? Снег иногда не липкий, а иногда липкий. Удивительно. Очень тепло, а снег почему-то совсем не липнет, посмотрите. Нет, кладечком липнет, конечно. Но вскоре все команды нашли решение. Рассыпчатый снег поливали холодной водой и он начинал приобретать формы. Самые разнообразные от хоккеиста до пляжной красотки, от одного большого снеговика, целой снежной семье. Едет на соревнования, то есть будет мальчик и девочка. Водитель получается мальчик, девочку мы и делаем. Кого вы лепите? Банчик. Вот у нас как раз есть бенчик. Это же здоровый образ жизни. Так что это сейчас все проделаем. Почему решили именно такой образ ему создать? Ну неотъемлемый атрибут здорового образа жизни – это баня. Как же без бани? Сейчас все будет. Сейчас мы делаем шапочку и вам покажем, что у нас получится. Лепили снеговиков на скорость 40 команд. Это больше 200 человек. За 45 минут нужно было не просто создать снеговика, но еще и придумать его историю и презентовать. Команда нашего телеканала тоже попытала счастье. Хоть и не с первой попытки, но слепила снежную барышню. Сначала мы думали, что у нас будет Микки Маус. Мы хотели сделать веселого снеговика с ногами наверх. Но потом обстоятельства так сложились, что вот у нас женщина, которая ждет. Вот она домохозяйка, она в ожидании своего счастья. Вот как бы вот готова вся. Уже и фартук она вот готовит, она подарки готовит. И как бы, ну вот такая веселая, забавная женщина-ждун. Из 40 снеговиков выбрали только 5 самых лучших. Но главное в этом соревновании точно не победа. Этот конкурс стал праздником для детей, сплотил коллективы и семьи. Лепка снеговиков на скорость прошла в парке Алексея Смертина впервые. Но участники уже ждут повторения на следующий год. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи.